Добрый день! Меня зовут Анжелика, я художник. Сегодня мы будем рисовать с вами в акварельной технике. Техника в технике скетчинга. Сегодня нарисуем весенний цветок гиацинт. Нам для этого понадобится бумага, карандаш простой, акварель. Хорошо, если у вас есть гелевая ручка, белая ручка, но все это можно заменить карандашами. Значит, смотрите, у нас с вами гиацинт в горшочке, поэтому сейчас вам расскажу, как нарисовать горшок правильно и как можно нарисовать цветы в легкой, быстрой технике. Давайте нарисуем с вами горшок. В данном случае он у нас в виде трапеции. И есть у нас эллипсы. Обратите внимание, как нарисованы эллипсы. Это такие практически овалы, но все-таки они эллипсоидной формы. По краям они закругленные. Сейчас вам покажу. Значит, по краям мы их рисуем. Вот сейчас на листочке покажу, как рисовать, чтобы вам было лучше видно. Значит, смотрите, внизу форма у него. Обязательно, если нарисовать насквозь, то она будет выглядеть так. Здесь у нас, если это прямая, то мы здесь тоже вписываем с вами эллипс. Обратите внимание, что по краям он у нас будет с вами тоже круглый. То есть не надо по краям рисовать вот такие вот, как бы очень острые. Эллипс – это окружность, поэтому по краям она будет тоже более такая плавная, уходящая. И давайте наметим, где у нас с вами заканчивается цветок. Нам нужно обязательно отметить высоту, чтобы не получилось так, что наш цветок вышел за предел, да, и не поместился. Хорошо, вот приблизительно здесь у меня заканчивается цветок, здесь у меня будет горшок. Гиацинт, он вытянутый в форме, в форме овала, да, но самое интересно, что его лепесточки, вот как они выходят из этой формы. Поэтому старайтесь рисовать его контур, да, абрис, делаем такой абрис цветка обязательно. То есть старайтесь, чтобы вот эти лепесточки, которые выходят по краям, они у вас были не одинаковые. Потом это с вами еще зальем акварелью. Так, ну вот, я думаю, что этого будет достаточно. Здесь можно сделать немного шире к основанию. И у нас пошли с вами лепестки. Они такой вытянутой формы. Сейчас мы с вами поговорим, какие нам с вами цвета понадобятся для этого цветка. Ну, так как эти цветы бывают абсолютно разных оттенков, вы можете выбрать тот цвет, который нравится вам, или может быть у вас на подоконнике есть такой цветок, вы можете нарисовать его даже с натуры. Значит, вот теперь я приступаю к тому, чтобы нарисовать эллипс. Вниз эллипс у нас более открыт, поэтому я здесь рисую более такое широкое открытие эллипса. Так, горшок готов. Намечаем, конечно же, тень от горшка, и где-то у нас там она уходящая будет цветок. Вот, предварительный рисунок готов. Теперь мы можем посмотреть, оценить, удалить какой-то лишний карандаш. Если что-то у нас здесь... Мы больше нарисовали, да? Помните, что на карандаш лучше не нажимать, потому что остаются такие следы на бумаге. Поэтому карандашом рисуем очень аккуратно и очень тонко. Так, какие же нам цвета понадобятся? Давайте выберем с вами оттенки. Значит, если, допустим, у вас гиацинт будет такого цвета более розово-фиолетовый, да, выбирайте. У меня это будет хинокридон. Это вот такой вот цвет. Смотрите. Да, он такой яркий, красивый, насыщенный. Ну, вот он прям совсем про весну. Я думаю, если вам нравится, вы тоже можете найти какой-то подобный цвет. Можно взять и синий, фиолетовый, то есть совершенно разный. Для зелени нам понадобится, смотрите, по краям зелень может быть более яркая. У меня есть такая травянистая зеленая. Вот, если у вас такой краски нет, вы можете взять любой зеленый, который у вас есть в вашей палитре и добавить в него желтый. Вот смотрите, видите, этот зеленый у меня потемнее. Если я добавлю в него желтый, он станет тоже достаточно ярким. Видите? То есть вы можете этот цвет использовать где-то вот на освещенных поверхностях. Если у нас здесь освещена здесь тень, то, соответственно, с другой стороны будет более темным. А для того, чтобы затемнить зеленый, мы с вами можем взять синий, добавить в него синий. Как один из вариантов. Вот я беру тот же, который у меня был, добавляю в него синий ультрамарин, и у меня зеленый становится, видите, немножко с другого оттенка. Можно в зеленый добавить его противоположный цвет. Это у нас красный. Немножко будет совсем такой более, немножко в коричневый уйдет. Вы выбирайте как те оттенки, которые нравятся вам. Но в скетчинге мне нравятся более яркие цвета. Поэтому выбирайте как вам. Так, ну что, готово. Сейчас мы с вами начнем с того, что мы зальем сразу цветок. Значит, тут я беру свой цвет. Лучше, конечно, брать, ведь я работаю с палитрой, обязательно цвет набираю на палитру. Для чего? Если внезапно у меня закончится цвет в кисти, и я буду брать его сразу из кювета, то я могу взять более насыщенный, более темный, который, может, мне не нужен в данную минуту. И я проверяю, смотрите, да, подходит мне оттенок или нет, или я хочу более светлый. Там, где у нас освещенная поверхность, свет может быть и посветлее. Вот мы сейчас с вами делаем такую силуэтную заливку по нашему контуру. Вот. Можно работать достаточно быстро, и тогда, скажем так, у нас будет более такая силуэтная заливка, равномерная. И при этом мы сейчас можем немножко добавлять в тень уже более-таки прохладная. Фиолетовый вот можем взять, сюда добавить, да, даже где-то синий добавить, чистый. Вот, показать эту тень. И снова продолжаем. Еще будет повторная заливка у нас для того, чтобы показать какие-то отдельные цветочки. Мы их покажем сначала при помощи аквареля, а потом еще и прорисуем с вами самим линером, да, эти цветы. Не только наметим, но и прорисуем. Ну вот, в общем-то, у нас уже готов. Сейчас, пока не подсохла акварель, можно сделать где-то более такие мягкие заливки. Видите, как акварель сама расходится. Если же она подсохнет, то мы сделаем как раз уже просто цветочки прорисуем в ней. Все, оставляем подсыхать. И переходим с вами к горшку. Почему к горшку? Потому что, смотрите, у нас здесь, хотя можем перейти и к самим листикам. У нас здесь вот не просохшие акварели. Если я сейчас начну отсюда работать, акварель перейдет в лист. Ну, это тоже будет очень интересно и красиво смотреться. Ну, давайте мы возьмем. Начнем более такой светлой акварели, более яркой. Вот, начинаю работать и посмотрим. Будет... Вот, видите, происходит вливание цвета в цвет. Вот розовая акварель, она переходит в нашу зелень. Ну, на самом деле, это красиво, это допустимо, и пусть она так и будет. Начинаю рисовать более светлым, и к низу я буду добавлять более темный цвет. Для этого мы уже решили, что нам подойдет с вами ультрамарин, чтобы сделать цвет более темным. Смотрите, вот добавляют цвет, и у меня, в общем-то, происходит затемнение с одной стороны. Да, это у нас свет, это у нас тень. Так, можно где-то добавить синий, прямо в лист. Так тоже допускается. Продолжаем рисовать. Если нам нужен более светлый цвет, мы просто берем меньше пигмента и больше воды. Ну вот, у меня уже практически подсох цветок. Снизу у нас более темный идет лепесток, менее освещенный. Я его поэтому больше добавляю в него синего цвета. Вот, а вверху можно сделать его более светлым. Немножко добавила оранжевого цвета, более такой теплый, зеленый. Так, ну вот. И еще я тут один не нарисовала, но его можно тоже добавить в лепесточек. Так. Более темный у нас снизу вывернут. И более светлый будет сверху. Немножко прохладно делаю его здесь. Он у меня светлый, прохладный. А с этой стороны он у меня более теплый, тоже светлый, но теплый. Ну, то есть я использую такой живописный подход. В акварели, да, тепло-холодные оттенки. Ну, пока у нас здесь подсыхают, мы с вами можем сделать горшочек. Значит, цвет у нас падает с вами слева, поэтому эта часть у нас будет более освещенная. А справа у нас будет тень. И падающая тень такая. Горшок тоже, смотрите, может у вас стоит уже готовый горшочек, поэтому цвет берите от него. Мне хотелось бы сделать немножко такой сиреневатый оттенок. Я намешиваю вот розовый, который у меня есть, плюс синий. Можно использовать другой подход. Можно взять, допустим, противоположные цвета. Наш ультрамарин, смотрите, фиолетовый. В него добавить оранжевый цвет. Получить красивый серый оттенок. Видите, тоже будет очень такой горшок светлый. То есть не обязательно он какой-то там белый, да? Ну что, начинаем. Соответственно, я начинаю более светлым цветом. Где-то оставляю блик на горшке. А в тень я буду добавлять уже немного более темный цвет. Ну, вот можно здесь немножко такой синевато добавить, прохладный. И посмотрите, акварель сливается, переходит друг к дружку. От темного к светлому. Мы можем тоже помогать ей кисточкой. Не ждать. Ну, и внутри горшок у нас тоже более темный, потому что с этой стороны падает свет. И здесь у нас будут тени. С этой стороны он может быть немного освещен, если через него проходит свет. Значит, добавляем сюда с вами такой синий-серый оттенок. И можно добавить немного зелени. Почему мы добавляем зелень? Потому что вокруг находятся лепестки, которые могут давать рефлексы на горшок. Вот я сюда добавляю. Ну, и с этой стороны я сделаю немного посветлее. В принципе, горшок тоже у нас готов. Смотрите, я не прокрашиваю, скажем, немножко оставляю такую полоску, потому что у горшка есть толщина. Вот, я оставляю с этой стороны и с этой стороны. И вот у меня образуется уже толщина горшка. Давайте сделаем тень. Ну, тень мы можем также использовать оттенок, который уже намешивали. Начинается тень из-под горшка. Она под горшком будет самая-самая темная. А чем дальше она будет от горшка, тем она будет более просеиваться и становиться более светлой. Можно просто ее водой вот так вот размывать, видите, и она у вас сразу становится светлее. Все, то есть мы здесь немножко с вами уже проработали. Что мы с вами можем сделать с цветами? Для того, мы уже, в общем-то, сделали такой же подход, что мы с одной стороны сделали цветок более темным, с другой стороны более светлым. Но мы можем и проработать цветы. Мы можем отдельно нарисовать несколько цветочков. Этого будет достаточно для того, чтобы другой человек узнал, что это за цветок. Вы можете не прорисовывать, а ставить его вот так. Так тоже можно. Поэтому вы делайте так, как вам нравится. Значит, продолжаем. Мы возьмем тот цвет, который мы с вами рисовали, да. У меня это розовый цвет. Отчищаю палитру и добавляю сюда. Вот. Можно добавить сюда немножко оранжевый. Тогда он станет более такой теплый. Видите, оттенок чуточку меняется. Вот. И кое-где мы можем прямо добавлять с вами вот такие вот мазки в виде уже лепестков. Подчеркивать. Ну, хорошо, если у вас перед глазами будет гиацинт, и вы просто будете понимать, как он у вас идет и образуются вот эти вот все цветочки. Вот. Где-то можно показать серединку. Более такую даже можно немножко вот такой коричневатый цвет сделать. И сейчас нарисуем с вами лепесточки. Видите? Добавим еще с вами линер. И тогда это будет более узнаваемое. Все. Ну, этого достаточно. Это не ботаническая иллюстрация. Да, это такой вот мой подход. Давайте мы сейчас с вами немножко побрызгаем наши акварели на сам цвет. Помните, да? Что для того, чтобы побрызгать, нужно в кисточку добрать много воды. Видите, как я кисточку прям мочу. Она у меня прям плавает в этой водичке. Ну, а теперь мы делаем набрызг. И для того, чтобы проработать дальше, нам тоже нужно немножко будет подождать, чтобы у нас подсох вверх. И мы будем работать уже там линером. Но мы с вами перейдем тогда к горшку и листикам. Да, сделаем их. Значит, смотрите. Можно оставить листы так, можно где-то затемнить. Это на ваш выбор. А можно использовать линер. И непосредственно им уже сделать какие-то более такие темные места. Вот смотрите. Я прохожу там, где у меня тень. Подштриховываю листья снизу, где они могут быть более темные. И вот у меня, допустим, один листок готов. Не обязательно прям четко работать по контуру. Видите, где-то я оставляю. Отхожу немножко от края. Подштриховываю. И снова линию не обязательно ввести полностью до конца. Ее можно прерывать, делать более такую отрывистую. Там, где у нас есть свет, вы можете ее даже не проводить. Только там, где есть тень. Подштриховываем так, как у нас. И вот смотрите. Вот горшок, да. Я еще раз вот эту форму покажу, проявлю, что у меня это такой вот эллипсоидной формы. И я здесь тоже проштриховываю, показываю, что тут у меня есть тень. Видите? Вот такие штришочки, которые уходят вниз. С этой стороны у меня более поверхность будет освещенная. Я поэтому не буду там ничего штриховать намеренно. Но вот здесь вот я подчеркну форму горшка снизу, да. И покажу, что вот это есть тень. Вот такими штришочками это можно сделать. Вот видите, уже горшочек начинает преображаться. Здесь мы тоже можем подчеркнуть с вами дно. Тень. Вот так вот какими-то показать линиями. Можно даже где-то точками показать. И вот около самого горшка, вы помните, я говорила, что тень, она у нас более насыщенная, темная. Поэтому вы можете или акварелью это показать, или линером. Как вам понравится. Подчеркиваем, дорисовываем где-то горшок, намечаем. Можно показать какие-то там его фактуру, может быть, какой-то формы. Так. И давайте мы с вами еще возьмем белую ручку. И то же самое мы можем показать. Во-первых, этот край у него здесь будет где-то блик. Мы его подчеркнем тоже ручкой. На самих листочках можно пройтись, показать более такие светлые места. Видите? Такой штриховочкой работаем. Блик у нас здесь есть, он хороший, но, тем не менее, можно где-то проработать. Так, ну что, переходим к самому цветку. Значит, с левой стороны, где у нас свет, мы с вами можем использовать и черную ручку, и белую ручку. Смотрите, просто будут разные эффекты. Вот, допустим, если я вот здесь вот буду показывать, что белая ручка, да, будет ощущение, что это более такая освещенная поверхность. Если я возьму более темный цвет, то, соответственно, будет более, как будто это более затемненная поверхность. В общем, попробуйте разные варианты. Если у вас одна ручка, то тоже хорошо. Можно ей работать все время и без белой абсолютно. Вот, я просто какие-то листочки еще раз прорисовываю, показываю. Даже если это тень, там тоже могут быть более какие-то листы освещенные. Так, более темный хотим взять. Гиацинт, он имеет такую форму немножко колокольчика. Открытую, да, и поэтому оттуда выходят листики. Где-то они на нас более открыто смотрят, где-то они от нас отворачиваются. В общем, изучайте натуру, знакомьтесь с ней. Для того, чтобы более точно рисовать. Иногда какое-то пятнышко подскажет вам, что это может быть уже цветочек. Вы его сами прорисуете. То есть, вот какие-то такие, скажем, неожиданные, да. Вы это не рисовали, не планировали, а у вас уже какой-то цветок, он сам появился. Поэтому присматривайтесь к тому, что у вас есть. Это иногда даже интереснее бывает найти в том, что вы делали, что-то новое. Ну, вот, может быть, я еще даже возьму акварель и еще где-то добавлю каких-то таких вот листочков. Лепесточков, точнее, по темнее. Вот мне не хватает, кажется, вот здесь вот в тенях. Еще чуть-чуть. То есть, сам рисунок нам подсказывает, да. Иногда, на самом деле, нам нужно остановиться и, скажем так, не настолько совершенствовать работу, как хотелось бы. Бывает так, что люди хотят сделать все лучше и лучше, они не останавливаются на том, что есть, но иногда это нужно сделать. Вот. И я, наверное, на этом сейчас остановлюсь. Мой гиацинт готов. Сейчас я вам его покажу. Смотрите. Теперь ваша очередь. Мой гиацинт готов. Продолжение следует...